Всем здравствуйте, с вами Елена и канал Косметическая Кухня Бьюр. В каждом видеоролике, который выходит на нашем канале, мы либо учим вас готовить натуральную косметику своими руками по правильной технологии, либо рассказываем об особенностях работы с косметическими компонентами от ведущих мировых производителей косметического сырья. Сегодня я хочу поделиться с вами интересным видеорецептом крема для лица с лифтинг-эффектом и сильным увлажняющим действием. Основным компонентом этого крема выступает новый пептид Синхикен. Подробнее о том, какое действие наказывает на кожу, я буду рассказывать в ходе приготовления крема. И прежде чем начать это приготовление, я бы хотела напомнить, что лайк и подписка на канал – это молчаливый знак благодарности за проделанный на метруд. Также обязательно посетите интернет-магазин Бьюр, в котором вы сможете купить все компоненты для приготовления косметики своими руками. Ну что же, а сейчас я начинаю приготовление и готовить я буду 30 грамм крема. Как обычно, при готовлении я начинаю с жирной фазы. Дальше к эмульгатору я буду добавлять эмален, цинсолен в количестве 3% или 1,2 граммов, а также базовые масла дыни калахари и абрикосовых косточек. Такое сочетание масел подходит для комбинированной кожи, а вместе с ламиллярным эмульгатором Монтанов 68 они восстанавливают защитный слой кожи, в то время как эмален, цинсолен придают эмульсии приятную растекаемость и сохраняют увлажненность кожи. Далее я добавляю эмален, цинсолен в количестве 3% или 1,9 граммов, а также масло дыни калахари в количестве 3% или 0,9 граммов, а также масло абрикосовых косточек в количестве 4% или 1,2 граммов. После этого в жирную фазу я добавляю активный компонент Сипилифт в количестве 1% или 0,3 граммов. Сипилифт это жирорастворимый актив, который требует накрывание в масляной фазе. Он способен укреплять кожу, восстанавливать ее упругость и тонус, а в сочетании с остальными компонентами крем дает выраженный лифтинг эффект. И последним активом в жирной фазе будет витамин Е в количестве 0,5% или 0,25 граммов. Он выступает в качестве антиоксиданта и стабилизатора жирной фазы. Далее мне необходимо приготовить водную фазу. Я заранее отмерила необходимое мне количество воды, но прежде чем приготовить водную фазу, я хочу отлить 3 грамма воды для растворения активной фазы и тех компонентов, которые нельзя греть. А в оставшуюся воду мне необходимо добавить загуститель под названием «Ксантановая камень» в количестве 0,2% или 0,1 граммов. Натуральные загустители придают эмульсии приятные тактильные ощущения, а также дополнительную стабильность в ходе хранения крема. После этого с помощью мини-миксера я размешаю «Ксантановую камень» в водной фазе и отправляю водную и жирную фазы на водяную баню до нагревания до температуры около 75 градусов Цельсия и полного растворения всех компонентов. А тем временем я возвращаю в кадр маленький стаканчик, в который я заранее отливала воду. И сейчас в этой части воды мне необходимо растворить все водорастворимые компоненты. И первая из них – это увлажняющая добавка «Акваксил» в количестве 3% или 0,9 граммов. «Акваксил» является одним из лучших и самых действенных увлажняющих компонентов на современном рынке косметических компонентов. Дальше я в активную фазу добавлю очень крутой актив под названием «Синхикен» в количестве 2,5% или 0,75 граммов. Данный компонент способствует выработке гиалуроновой кислоты в коже, тем самым выступая филером для морщин, усилителем выработки коллагена кожи, а также придает коже плотность и ремодулирует контуры лица. Именно он является главным активом данного рецепта. Подробные исследования эффективности компонента читайте на сайте интернет-магазина «Бьюрт». Много всего интересного. Далее с помощью мини-миксера я аккуратно размешаю аксивы в водной фазе. И следом за ними я хочу добавить коньяк «Манан» в количестве 0,05%, а также гиалуроновую кислоту «Хайсилк» в количестве 0,1%. В то время как «Хайсилк» также будет выступать усилителем кожного барьера и прекрасной транспортной системой для доставки других активов в глубокие слои кожи. С помощью палочки я аккуратно размешаю сухие компоненты в воде, для того чтобы они более равномерно распределились, и им было проще раствориться. Эти порошки образуют легкий гель, и им для этого необходимо некоторое время, поэтому размешали и отставили в стороночку. А за время, пока я готовила активную фазу, жирные и водные фазы нагрелись на водяной бане, «Ксантан» образовал легкий гель «Сипилифт», и эмульгатор полностью расставился в масле. И теперь для получения правильной ламеллярной эмульсии я вливаю жирную фазу в водную фазу, размешиваю с помощью палочки для контакта обеих фаз. Как вы видите, они сразу проконтактировали, и получилась легкая белая эмульсия. После этого я беру мини-миксер и размешиваю с помощью мини-миксера на протяжении нескольких минут. Затем я снова беру палочку и буду размешивать эмульсию уже с помощью палочки до тех пор, пока она не остынет до температуры около 40 градусов Цельсия. Далее я опять беру весы, ставлю на них стаканчик и продолжу добавлять оставшиеся компоненты. У меня осталось 2,2 экстракта, это зеленого чая и ламинарии, которые я ввожу по 0,25% или 0,7 граммов. Эти 2 экстракта будут также придавать коже упругость, эффект лифтинга и выступать в роли антиоксиданта. Также в готовую, но теплую эмульсию я добавляю консервант Казгард в количестве 1% или 0,3 граммов. Размешиваю эти компоненты в эмульсии до растворения. Как вы можете увидеть, эмульсия уже загустевает, но это еще не окончательная вязкость. И последним действием будет введение активной фазы. Как вы видите, у меня образовался гель, такой эффект дает гиалуроновая кислота, а также коньяк, монан. И сейчас данный гель я ввожу в готовую, но еще теплую эмульсию. И опять-таки размешиваю активную фазу в эмульсии до растворения. Теперь моя задача с помощью палочки вымешивать эмульсию до тех пор, пока она не остынет до комнатной температуры. Сейчас я вам хочу показать, какой уровень pH у меня получился. Именно 4,22. Это слишком низкий pH для крема для лица. И сейчас я буду поднимать его с помощью 10% раствора L-аргинина. Подробнее о корректировке pH косметического средства мы рассказывали в предыдущем видео. А я беру раствор, ввожу его покапельно в эмульсию, размешиваю и замеряю pH. И я буду делать pH крема на уровне 5,4-5,5. После корректировки pH и полного вымешивания эмульсии до остывания, у меня получилась вот такая плотность. Но хочу сказать, что эмульсия на эмульгаторе Montano 68 через 10-12 часов становится еще гуще. Поэтому не расстраивайтесь, если вы ввели небольшое количество эмульгатора и эмульсия изначально вам показалась жидкая. Теперь мне осталось перелить крем во флакончик. Я использую вакуумный флакон, который предотвращает доступ к кислороду к крему и тем самым продляет его жизнь. Вы должны учитывать факт, что при изготовлении кремов с пептидами, а пептиды являются белками, кремы необходимо хорошо консервировать и использовать правильную тару. Не рекомендуется хранить кремы с пептидами в обычных баночках, которые постоянно лезут руками. Вакуумный флакон или хотя бы флакон с обыкновенным дозатором будут гораздо лучшим выбором. Я закрыла флакончик. Сейчас я вам хочу показать, какая же консистенция крема у меня получилась. Для этого я прокачиваю воздух вакуумного флакона. Когда донышко поднимется, крем начнет выходить из дозатора. Вот. Такая у меня эмульсия получилась. Как вы видите, она достаточно плотная, то есть она держит форму на моей руке. Напоминаю, это было 4% эмульгатора мантанов. Вот так вот она распределяется по руке. Сначала она кажется немножко плотной, но при этом достаточно быстро впитывается. Как вы видите, на руке больше ничего нет. И сейчас я чувствую ощущение полного увлажнения и даже, можно сказать, питания на коже. И на данной прекрасной нотке я хочу сказать, не забывайте ставить лайки видео, а также подписываться на канал, если вы еще не с нами. И до скорых встреч на новых мастер-классах. Пока-пока.